Свыше 150 предложений поступило от белорусов за время общественного обсуждения законопроектов о ВНС и изменениях в избирательный кодекс. В Беларуси подводят итоги народного диалога. Сегодня последний день, когда еще можно направить свои замечания. В том числе в электронной форме законопроекты размещены на правовом форуме. Как подчеркивают специалисты, это прогрессивные документы, в экспертизе которых впервые настолько массово принимают участие белорусы. Граждане проявили высокую активность, прошли десятки диалоговых площадок в трудовых коллективах, а также в студенческих аудиториях и в общественных организациях. Озвучивались конструктивные предложения, звучали замечания. Людей интересовало, как будут выдвигать делегатов на ВНС, кто и как будет вести контроль за исполнением решений Всебелорусского народного собрания, в чем суть единого дня голосования, почему необходимо сократить окружные комиссии, какие современные мировые тенденции будут отражены в обновленном избирательном кодексе. Все замечания и предложения участников народного диалога учтут при окончательной доработке законопроектов. Это правильно, когда государство доносит до населения, до общественности те идеи, которые оно намерено в дальнейшем реализовать путем совершенствования законодательств. Встречное движение – это всегда должно быть понимание и общественное одобрение, либо неодобрение тех или иных посылов, поскольку исполнять-то положение закона будет общество, и эти нормы должны быть действенными, а не остаться лишь формально закрепленными на бумаге. Два законопроекта, которые еще не внесены в Палату представителей, но по аналогии с Конституцией до внесения обсуждаются с гражданами, собираются предложения, аккумулируются для того, чтобы еще раз предоставить нашему народу действительное участие в законотворческом процессе. Мы видим, какая сегодня турбулентность в мире, насколько противоречивы отношения к тем, будем говорить, процессам, сегодня происходят и в экономике, и в политике. И, конечно, на сегодняшний день в первую очередь, наверное, выстоит та нация, где будет единство, где будет поддержка народа власти. Вот. Поэтому, видимо, народ вот этим обеспокоен, он не остается в стороне от тех процессов, которые происходят сегодня в мире. Поэтому каждый старается внести свою лепту в подготовку этого законопроекта. Уже завтра к анализу поступивших предложений приступят эксперты. В обобщенном виде мнения граждан будут переданы для оценки в Палату представителей и Национальный центр правовых исследований. До конца года депутаты планируют принять доработанные законопроекты в первом чтении. Сегодня в стране вспоминают важную дату для становления белорусской государственности. Ровно 83 года назад внеочередная сессия Верховного Совета включила территорию Западной Беларуси в состав Советского Союза и объединила ее с БССР. Напомню, в 1921 году наша страна была разделена между двумя государствами. Тогда в составе Польши оказались более 100 тысяч квадратных километров нашей территории. В отношении белорусов проводилась политика полонизации и ассимиляции. Из 400 белорусских школ не осталось ни одной. И так продолжалось почти 20 лет, пока 17 сентября 1939 года Красная Армия не начала освободительный поход. И в Москву направилась делегация от Народного собрания, возглавляемая Сергеем Осиповичем Притыцким. Нечередная сессия Верховного Совета СССР 2 ноября приняла решение удовлетворить просьбу Западной Беларуси и приняла закон о воссоединении Западной Беларуси с БССР и вхождении в состав Советского Союза. Для нас это очень знаменательное событие, очень важное решение, потому что свершился акт исторической справедливости. Народ, который был разделен не по своей воле, объединился вновь в единую белорусскую нацию. Анализируя события прошлого века, историки сходятся во мнении, что объединение Западной и Восточной Беларуси вызвало мощный общественный подъем и впоследствии это позволило победить Великой Отечественной войне. Малый бизнес Латвии переживает тяжелые времена. Магазины вынуждены закрываться из-за резкого роста цен на электричество. О трудностях предпринимателей рассказал глава сети торговых объектов Лац Раймонд Окманис в интервью местному телеканалу. По его словам, еще в июле счета составляли 2000 евро, а сегодня сумма уже в три раза выше. Покрывать расходы из прибыли, которая упала за последнее время, невозможно. Поэтому приходится выводить деньги из счетов. Правда, желающих заниматься нерентабельным бизнесом немного. В основном хозяева магазинов предпочитают закрытие. Не успели в Европе встретить эту зиму, как уже переживают за следующую. Она будет еще тяжелее, спрогнозировал директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль. По его мнению, страны Европы не успеют заполнить свои газовые хранилища из-за запрета на импорт голубого топлива из России. При этом сама Москва пострадает меньше всего. По оценкам штатов, Россия и дальше будет экспортировать порядка 90% газа, независимо от санкций. В Израиле обеспокоены растущей инфляцией. Ежедневные расходы на продукты питания стали бременем для людей. В результате они вынуждены экономить на еде. Например, стоимость хлеба увеличилась почти на 30%, несмотря на попытки власти остановить рост цен. Тем не менее, сельскохозяйственная продукция, здравоохранение, мебель и энергия продолжают дорожать. Израиль сильно зависит от импорта товаров, что делает экономическое положение страны нестабильным на фоне происходящего на мировом рынке. Более 120 человек погибли в результате шторма на Лджи, который обрушился на Филиппины. В 160 городах действует режим бедствия. Уничтожены 9 тысяч домов, значительная часть дорог, мостов и инфраструктуры. В отдельных районах остаются проблемы со связью и водоснабжением. В связи с ударом стихии отменены занятия в школах, остановлена работа предприятий. Порядка 900 тысяч человек эвакуированы и пока не смогут вернуться домой. Всего же на Лджи затронул более трех миллионов филиппинцев. В Петрикове сегодня проходит выездное заседание Совета по взаимодействию органов местного самоуправления. Участники встречи во главе с Натальей Качановой ознакомились с социальным и экономическим развитием района. В 2018 году президент Беларуси дал поручение благоустроить и навести порядок в Петрикове. Важную роль в этом сыграл запуск местного горнообогатительного комбината. Крупный инвестпроект привлек сотни специалистов. В городе создали современную инфраструктуру. Построили новый микрорайон, открыли детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс и корпус больницы. «Чистота, порядок. И это говорит о том, что здесь люди и сами заботятся о том, что уже сделано. Потому что, понятно, определенные средства затрачивает на это государство, областной исполком, выделяя средства на наведение порядка, развитие инфраструктуры в таких регионах, местные органы власти. Но вместе с тем, все это было бы невозможно без решения вот этих совместных задач вместе с людьми, которые живут здесь. И поэтому, вы знаете, я оцениваю очень высокую работу местных органов власти и, самое главное, депутатского корпуса». Выездные заседания Совета по взаимодействию органов местного самоуправления проходят несколько раз в год. В них принимают участие парламентарии, руководство министерств, исполнительная власть регионов и депутаты местных советов. Общими усилиями решается задача по созданию сильных, равномерно развитых районов по всей Беларуси. В Беларуси появится 16 региональных объектов по сортировке и переработке твердых бытовых отходов. Суммарная мощность предприятия составит более миллиона тонн коммунального мусора в год. Структурные подразделения будут производить альтернативное топливо. Новшество уменьшит нагрузку на мусорные полигоны и заменит природный газ и уголь на цементном производстве. Пилотный проект уже реализуется в Гродненской области. Посредством извлечения из твердокоммунальных отходов отдельных фракций будет создаваться РДФ топлива, которое будет подготавливаться и передаваться на цементный завод в Красносельске. Будет использоваться в качестве энергетического топлива в их технологическом процессе по изготовлению самого цемента. Это позволит снизить себестоимость производимой продукции цементным производством. Ежегодно в стране образуется около 4 миллионов тонн мусора. По итогам прошлого года уровень использования отходов составил 31%. Это в три раза больше, чем 9 лет назад. Временный понтонный мост свяжет два берега Немана в Гродно. К наведению переправы приступили военные инженеры. Конструкция необходима для организации пешеходного движения на время ремонта автомобильного моста. Работать военнослужащим приходится в непростых условиях. Глубина реки небольшая, течение на середине довольно сильное, что осложняет процесс. Детали переправы собирают вручную на берегу, после чего их установят с помощью спецтехники. Из-за того, что глубина малая в данном створе, личный состав вручную все собирает вдоль берега. С силами дорожной организации была оказана помощь. Выровнен берег для того, чтобы ленту моста можно было собрать вдоль берега. И в дальнейшем вручную, также с использованием лебедок, данная переправа будет выводиться в створ. Понтонный мост будет состоять из 13 речных звеньев. Общая протяженность переправы превышает 100 метров. Для удобства горожан они установят перилы и фонари. Открыть движение для пешеходов планируют уже к концу недели.